Искусственный интеллект Понятие, означающее способность некоторых систем или программ выполнять интеллектуальные функции, которые ранее были доступны только человеку. Но понятие само по себе настолько неопределённое, что любой поисковик выдаст вам десятки миллионов ссылок по этому запросу. И каждый раз, когда мой собеседник узнаёт, чем же всё-таки я занимаюсь, каждый раз я слышу один и тот же вопрос. Когда мы создадим этот самый искусственный интеллект? Хорошо отвечаю я. Это даже не вопрос завтрашнего дня. Это уже вчерашний день. Искусственный интеллект окружает нас практически везде. Он сидит в наших смартфонах, он отвечает на наши поисковые запросы, он управляет нашими автомобилями и холодильниками. Он даже торгует за нас на бирже и подбирает и рекомендует нам друзей в социальных сетях. Я сам так познакомился со своей будущей женой. Хорошо, следует другой вопрос. Когда же мы создадим интеллект, который будет такой же, как у человека? Умнее, чем человек. Когда же он нас захватит и сделает из всех из нас батарейки? Глупый вопрос, но именно этот вопрос является тем маяком, которым уйдут десятки тысяч ученых по всему миру. И у этого вопроса есть множество подтекстов. Да, есть философский подтекст. Есть некий морально-этический. Но есть в том числе и научно-технический. И вот с точки зрения науки и техники этот вопрос звучит как? Когда же мы создадим такой материальный или виртуальный носитель, который будет по своим свойствам сопоставим с носителем естественного интеллекта, то есть с мозгом? И для того, чтобы разобраться с этим вопросом, надо заглянуть туда, внутрь нашего мозга. Оказывается, что основной структурной единицей, которая отвечает за процессы обучения памяти у нас в мозге, являются нейронные сети. Нейронных сетей в мозге достаточно много. Они все разные, они все объединены, они все организованы в различные структуры, колонки, слои, отделы. И по сути весь мозг человека и вся нервная система – это одна большая многоуровневая нейронная сеть. Контроль многих функций, в том числе и отвечает за наши интеллектуальные способности. Или, как сейчас принято говорить, за когнитивные функции мозга. Вот эти уникальные способности этих нейросетей обрабатывать и хранить информацию основаны на уникальных свойствах клеток, из которых они сформированы. Этими клетками являются нейроны. Их ключевой особенностью является тот факт, что они могут возбуждаться и генерировать электрические сигналы, последовательность которых, частота следования, кодируют ту информацию, которая циркулирует у нас в нервной системе. И каждый из таких нейронов соединен с десятками тысяч других нейронов, специальными контактами, которые называются синапсами. И, по сути дела, нейрон – это такая интегрирующая система. Он интегрирует все сигналы, которые к нему приходят, и на основании этого пускает свой сигнал дальше по нейросети. И каждый из этих синаптических контактов, каждый из них является уникальным. Каждый из них обладает своей эффективностью передачи этого сигнала. И даже существует количественная характеристика, которая называется синаптическим весом. И в процессе обработки информации вот этот синаптический вес постоянно меняется. Это еще называется синаптической пластичностью. И каждый раз, когда мы чему-то обучаемся, каждый раз эти синаптические веса меняются. Поэтому вот той структурной единицей, которая хранит ту информацию, которая накоплена у нас в мозгу, и является как раз-таки этот самый синапс. И для того, чтобы нам с вами определиться, какое же количество информации вмещает наш мозг, с какими объемами информации он работает, надо посмотреть в некоторые цифры. По последним представлениям, у нас в мозге от 80 до 90 миллиардов этих клеток нейронов. Что это за число? Это число с девятью нулями. Для сравнения, приблизительно столько же звезд в галактике, в которой мы с вами проживаем. В галактике Млечный Путь. И у каждого из этих нейронов десятки тысяч синаптических контактов с другими нейронами. И по последним представлениям, каждый из этих контактов может хранить информацию от 10 до 20 байт. Если мы перемножим все эти цифры, получим порядка 2,5 квадриллионов байт. Квадриллионов. Это число с 15 нулями. Если будем пользоваться приставками, это будет петабайт. Что это за невообразимое количество информации? Один петабайт – это приблизительно в тысячу раз больше, чем один терабайт. Что такое терабайт, мы уже многие слышали. Это приблизительно объем винчестера в современном компьютере. Один петабайт – это в миллион раз больше, чем гигабайт. Гигабайтами мы привыкли уже сегодня мерить размеры фильмов в хорошем разрешении. Но если это сравнить с какой-нибудь биологически значимой информацией, то, например, вся информация, которая содержится в геноме человека, занимает всего полтора гигабайта. То есть в миллион раз меньше, чем информацией хранит наш мозг. И вся эта информация, она не просто хранится и лежит там на полках. Вся эта информация постоянно перерабатывается и постоянно дополняется. Каждый раз, когда вы что-то учите, каждый раз, когда вы занимаетесь обыденными делами и тем самым приобретаете какой-то опыт, каждый раз эта информация изменяется. И многое из этой информации меняется даже абсолютно без нашего участия. Даже когда мы спим и видим во сне новый самокат или новую шубу, самокат все-таки лучше, каждый раз эта информация как-то изменяется. И вот все эти процессы переработки этой информации, они потребляют всего 20 ватт мощности. 20 ватт – это лампочка дневного света, это мощность современного планшетного компьютера, это в 10 раз меньше, чем мощность, потребляемая ноутбуком. И в 25 раз меньше, чем мощность, потребляемая стационарным настольным компьютером. И поэтому теперь задача создания такого носителя заключается в том, чтобы создать этот носитель, который будет хранить и обрабатывать такое же количество информации, с такой же скоростью и с такой же высокой энергоэффективностью. И сейчас этим действительно занимаются тысячи, десятки тысяч ученых по всему миру. И занимаются они этим не только на уровне отдельных лабораторий, отдельных проектов, они занимаются этим в том числе и на уровне государственных программ, и наднациональных программ. И одной из таких наднациональных программ была программа, открытая в 2012 году Европейским Союзом под названием Human Brain. И эта программа является одной из двух флагманских программ Европейского Союза, то есть одной из двух самых крупных научных программ, которые существовали за всю историю ЕС. И эта программа объединяет более чем 750 ученых из более чем 100 лабораторий по всем странам Европейского Союза, и в том числе странам, ассоциированным с Европейским Союзом. И бюджет этой программы составляет 1 миллиард евро на 10 лет. Основной целью этой программы является создание шести основных базовых платформ, которые позволят при их использовании заниматься науками о мозге. Да, некоторые из этих платформ являются сугубо научными или имеют медицинское приложение, такие как диагностика и лечение нейродегенеративных заболеваний. Но часть из этих программ нацелены как раз таки на создание таких носителей для последующего исследования вопросов искусственного интеллекта. Не отстают от европейцев и американцы. Приблизительно в то же время была анонсирована американская программа, которая называется Brain Initiative. И была она анонсирована самим президентом США. И что самое интересное, почти половину бюджета этой программы – это бюджет средств государственных фондов и организаций, а половина – это частные инвестиции. И общий объем финансирования составляет более 200 миллионов долларов ежегодно. И что самое красивое, когда анонсировали эту программу, основным лозунгом был «Сегодня время инвестировать в науке о мозге». Не датировать, не субсидировать, а именно инвестировать, с целью получить конкретные материальные выгоды в конце этого пути. Не отстаем в этом направлении и мы здесь, в Белоруссии. На сегодняшний день уже не один десяток лет в Белоруссии исследуются вопросы, связанные с нейросетями и с искусственным интеллектом. На сегодняшний день большинство из этих исследований ведутся в рамках нескольких национальных программ, таких как конвергенция или информатика. И как это ни странно, уже сегодня у нас в Белоруссии есть заинтересованные коммерческие компании, которые готовы инвестировать в эти деньги. Есть благотворительные фонды, которые финансируют эти проекты. И как одним из закономерных развитий этих тенденций у нас было анонсирование в конце прошлого года исследовательского центра искусственного интеллекта, целью которого является объединение усилий ученых из области медицины, биологии, информатики, физики и математики и привлечение внешних инвестиций для создания технологий искусственного интеллекта. И вот из всех этих программ, те направления, которые так или иначе связаны с разработкой этих материальных или виртуальных носителей, можно разделить на три группы. Первая из них — это компьютерное моделирование биологически подобных нейронных сетей. Второе — это так называемый нейроморфный компьютинг или создание нейроморфных чипов. То есть это создание полноценных электронных чипов, которые в своей работе повторяют работу биологических нейросетей. И третье направление — это выращивание биологических нейросетей в искусственных условиях. И в первом из этих направлений наибольшего успеха достиг проект под названием Blue Brain Project. Это европейский проект, который ведется уже почти 10 лет и который сейчас уже вошел в ту европейскую программу, о которой я сейчас говорил. И этот проект использует специальное программное обеспечение для моделирования этих нейронов, использует суперкомпьютеры, такие как BlueJean, для того, чтобы запускать симуляции этих нейронных сетей. И к 2011 году они уже симулировали работу нейросетей общим объемом порядка 1 миллиона нейронов, что приблизительно сопоставимо с объемом мозга пчелы. В 2014 году уже подобрались к моделированию 100 миллионов нейронов. Это приблизительно как мозг крысы. И к 2023 году они серьезно намерены моделировать уже количество нейронов порядка 100 миллиардов, что уже сопоставимо и даже чуть-чуть больше, чем количество нейронов в мозге человека. Во втором из этих направлений, в нейроморфом компьютинге, наибольших успехов достигла компания IBM, которая буквально несколько лет назад представила чип под названием TrueNOS. Это чип, который внутри представляет из себя полноценное электронное устройство, но работающее не по принципу той электроники, которой мы привыкли пользоваться в своей технике, а построенный по принципу работы нейросетей. И каждый такой чип воспроизводит работу 1 миллиона нейронов. И буквально в 2012 году эта компания совместно с лабораторией Лоуренс из Беркли сообщила о том, что они собрали кластер из таких чипов количеством 530 тысяч чипов. Да, которые работают под управлением суперкомпьютера, но тем не менее общее количество симулируемых нейронов составило уже 530 миллиардов, что уже в разы больше, чем количество клеток в мозге человека. Да, исследователи, которые этим занимаются, они не претендуют пока на создание этого огромного искусственного интеллекта. Их целью является выяснить основные преимущества и недостатки этих технологий. Но на этот момент они уже показали, что целый ряд задач, которые являются типичными для нейросетей, такие задачи, как распознавание образов, эта система решает всего лишь в тысячу раз медленнее, чем режимы реального времени. То есть пока в тысячу раз меньше, чем та скорость, с которой работает наш мозг. Но при этом они показали, что на выполнение этих же самых задач эти нейроморфные чипы потребляют почти в 10 тысяч раз меньше энергии, чем понадобилось бы суперкомпьютерам для решения этих задач. То есть это нас отсылает к тому, о чём мы говорили, об энергоэффективности работы нашего мозга. Ну и третье направление, оно одно из самых сложных. Это направление связанное с непосредственно выращиванием биологических нейросетей. И этим направлением занимаются буквально несколько десятков лабораторий по всему миру. В том числе одна из этих лабораторий, та лаборатория, в которой я работаю, это лаборатория клеточной инженерии и нано-биотехнологии Белгосуниверситета. И мы совместно с физиологами Академии наук разрабатываем методы и аппаратуру для выращивания биологических нейросетей с общим количеством клеток до нескольких десятков миллионов клеток. И основной технической задачей в этих работах является обеспечить физический контакт с этими биологическими нейросетями. Для этого мы при поддержке коммерческих компаний, при финансировании благотворительных организаций разрабатываем специализированные микроэлектродные массивы, которые представляют из себя полноценные электронные чипы с большим количеством электродов, которые позволяют нам электрическим путем стимулировать эти нейросети и записывать с них информацию. Тем самым мы можем передавать информацию и получать ее обратно. Выбирая нужные режимы стимуляции, мы можем обучать эти биологические нейросети выполнять какие-то специальные задачи, на которые мы нацелены. И уже сегодня мы можем взаимодействовать пока еще с небольшим количеством клеток, но уже буквально в следующем году мы планируем начать использовать эти биологические нейросети для управления простейшими роботизированными системами. И теперь, когда мы знаем о состоянии дел в этой области, можем вернуться к тому глупому вопросу, который нам задавал собеседник. Когда же мы создадим искусственный интеллект, сопоставимый по своим возможностям или превосходящий возможности интеллекта человека? Чтобы серьезно ответить на этот вопрос, надо задать себе другой немаловажный вопрос. А что мы будем делать с этим суперинтеллектом? Чем этот суперинтеллект будет заниматься? И первое, что я читаю в глазах собеседника, он будет за нас думать. Хорошо, сегодня он будет за нас думать, завтра он будет за нас решать. Но пока мы не успели еще испугаться, давайте вспомним, сколько раз за историю человечества мы чего-то боялись. Боялись впервые оторваться от поверхности Земли, боялись выйти в открытый космос или высадиться на Луне. И может быть, сегодня эти науки, науки о мозге и искусственном интеллекте должны стать тем локомотивом, который потянет вперед развитие наших технологий, нашей экономики и нас самих, как носителей того же интеллекта. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ